Добрый вечер. Никогда не надо хлопать человеку до того, как он не выступил. Вы же не знаете, о чем он собирается. Вдруг вам это не понравится. Пользуясь случаем, хотел бы попросить у Астата, я оставлю свою визиточку, если можно, из всех вас рассылок мой номер телефона исключить. Ну это так, шутка. Значит, к сожалению или к счастью, я единственное, что находится сейчас между вами и ужином с фуршетом, да, и это не то место, где на самом деле хотелось бы находиться. Поэтому я постараюсь быть коротким, кратким и как можно более конкретным. Значит, компания Intel, система выступления это IT как способ управления покупками розницы. И у компании Intel существует большое количество решений, которые могут использовать розничные компании различных направлений, будь то торговля, сфера обслуживания, еще какая-то сфера для того, чтобы качественно управлять покупками клиента. Что значит управлять покупками? Значит, делать так, чтобы они покупали больше, приходили чаще и имели более позитивное впечатление от посещения розничной точки, либо там онлайн-ресурса. Наверняка многие из вас бывали в городе Москва и знают, что там существует такой магазин Детский мир, которому уже очень много лет. Этот магазин там с 30-х годов существует. И в недавнем прошлом стала задача его реновировать. Соответственно, компания Intel была привлечена в качестве поставщика технологий. И я бы хотел сейчас показать очень короткое видео о том, что было сделано и как это было сделано именно в этом магазине. Центральный детский магазин на Лубянке – знаковое место на карте Москвы. Старшее поколение до сих пор помнит атмосферу сказки и вкус мороженого из детства. Поход в Детский мир был желанием многих других развлечений. Сегодня главному магазину всех детей страны почти 60 лет. Ему необходимо меняться, чтобы и современным детям в нем было интересно, а их родителям удобно. Во время реконструкции важно было сохранить исторический облик здания. И в то же время использовать новые технологии для навигации и развлечения. Проект детского магазина – один из самых масштабных не только в России, но и в мире с точки зрения использования аудио-визуальных технологий в ритейле. Комплекс состоит из 600 экранов, 200 плеер, более чем 30 видеостен и реализован на технологии Intel V-Pro. Посетители были приятно удивлены такими новыми решениями, как интерактивные зоны для детей, которые позволяют не только развлекаться, но и узнавать что-то новое. Ориендаторы получили новый канал взаимодействия с посетителями. Они смогли рекламировать свои товары и услуги через систему цифровой навигации, большой массив видеостен, а также интерактивные киоски. Навигационные экраны работают на мини-компьютерах Intel NUC, которые не уступают по производительности обычному компьютеру с огромным системным блоком. В качестве плееров мы выбрали профессиональный мини-пк General Embedded с пассивным охлаждением на основе платформы Intel NUC. Компактный размер позволяет разместить их непосредственно за кожухом цифровых панелей, а пассивная система охлаждения означает большую надежность и сокращает расходы при поддержке и обслуживании. Технология Intel V-Pro на аппаратном уровне позволяет удаленно проверить настройки, обнаружить и практически мгновенно решить большую часть возникающих проблем, не покидая рабочего места. Таким образом, технологии Intel помогают не только покупателям, но и специалистам, которые следят за работой информационных систем. Помимо стандартных компьютеров, процессор Intel также используется в различных устройствах, где требуется высокая производительность и низкое энергопотребление. Для создания интерактивных зон в Центральном детском магазине использовались специализированные компьютеры на процессорах Intel Core, которые поддерживают работу множества экранов и обрабатывают информацию, поступающую с 3D-камер. Это позволяет создать особое пространство, где дети взаимодействуют с технологиями на интуитивном уровне, в форме игры. Согласитесь, это уже похоже на волшебство. Очень интересный ролик, мне он тоже самому нравится. То есть, порядка 600 панелей, большое количество систем Vipro, которые дают возможность IT-подразделению компании управлять всем этим парком удаленно, то есть, буквально не покидая своего рабочего места. И возможность интерактивного управления контентом, привлечения внимания как детей, так и родителей. И помимо этого, существует возможность расширенной видеоаналитики. Если вы видели на стенде, там представлены как раз системы NUC, компьютеры Compute Stick, то есть, компактные усилительные модули. И также там была, если кто-то обратил внимание, значит, на телевизоре установлена веб-камера. Вот эта веб-камера с помощью модуля RCM может определять данные человека, которого она видит, то есть, пол, возраст. Соответствующим образом подстраивать контент под того человека, который находится перед панелью. Таким образом, тут много говорили про таргетирование. Здесь вы имеете возможность таргетировать ваше предложение внутри розничного магазина, там, или розничной какой-то торговой точки. Исходя из конкретно определения того, кто стоит перед панелью. Причем эта система может не только определять обезличенный пол и возраст, она может запоминать человека. И таким образом у вас появляется возможность повторные визиты обрабатывать иначе. Это если говорить о аудио-видео проекции в магазинах. Но основную часть своего выступления я хотел бы посвятить тем устройствам, которые используют ваши сотрудники, либо вы сами в аэринг-бизнесе. Это устройство формата 2 в 1. Что такое устройство 2 в 1, многие из вас знают. Мы об этом говорим уже не первый год. Тут у меня для примера, значит, есть такое устройство, кстати, да, Nextbook. Ребята из Alcera оценят. То есть это устройство, которое представляет собой стандартный привычный планшет, который может превратиться в планшет. Для чего это нужно? Значит, как используют планшеты в современных точках обслуживания? Вы наверняка видели, там уже в Алмате появляются такие розничные точки, например, в общепите, где с помощью планшета официант имеет возможность принимать заказ. Это непосредственно отправляется в IT-систему компании, минуя там запись на бумажке и отправку официанта лично на кухню. Значит, на кухне висит тоже какое-то устройство, планшет, либо устройство в одном, либо большая панель, на которой видно заказ, на какой столик, в какой очередности подавать. Повар готовит, отмечает, что заказ готов, официант видит, что заказ готов и автоматически может обслужить клиента гораздо быстрее. Значит, это стандартное планшетное применение. Также может быть, допустим, это кассир или сотрудник, который осуществляет ревизию на складе. То есть ему удобнее использовать планшет, который имеет доступ в IT-систему. Однако, планшет удобен для потребления контента, то есть на нем можно что-то смотреть, делать нехитрые операции выбора каких-то пунктов меню, но на нем очень неудобно создавать контент. Если вам нужно напечатать какой-то достаточно объемный текст, хотя бы пару абзацев, использовать экранную клавиатуру будет не очень комфортно. Таким образом, механическая клавиатура позволяет использовать оба преимущества. И планшетную возможность использования тачскрина, и возможность использования качественной клавиатуры. Значит, устройство 2 в 1 объединяет оба преимущества. С точки зрения Intel, что такое устройство 2 в 1? Это устройство, которое обладает экраном 10 дюймов и более, операционная система Windows, ввиду того, что возможности операционной системы Windows гораздо шире, там есть вся наша привычная экосистема из всех приложений, которыми мы привыкли пользоваться много лет. Механическая клавиатура, как я уже сказал, которая позволяет вам быстро создавать контент, быстро что-то печатать в больших объемах. Длительное время автономной работы, как правило, это не менее 5-6 часов работы, причем это не просто нахождение в режиме стендбай, а именно активной работы, воспроизведение видео, либо работы с документами. Сенсорный код, поскольку это один из видов использования, это планшетное использование компьютера. И стильный дизайн. Тонкий и легкий, ну опять же, для того, чтобы можно было его спокойно носить на рабочем месте. Существует два основных вида устройств. Форматов трансформирования из ноутбука в планшет существует много, но, как показал рынок, наибольшее распространение получили два из них. Это поворотный, когда стандартный неразъемный ноутбук может трансформироваться, экран переворачивается на 360 градусов и превращается в плоский планшет. Его преимущество, что это, как правило, большие диагонали, более мощный процессор, как правило, внутри. То есть это либо Core M, либо Core I, что означает, что ваша система имеет более высокую производительность. И второй формат это разъединяемый, который я уже показал. То есть их преимущество, что они меньше, легче. Отсоединяется клавиатура, соответственно, если вам нужен планшет, вы можете взять его, он легче, потому что клавиатуру вы с собой не несете. Но внутри, как правило, находятся менее производительные процессоры Intel Atom, либо наша новая цвета, процессор Core M. То есть процессор, который позволяет иметь все преимущества микроархитектуры Core, но при этом имеет пассивное охлаждение. То есть никаких вентиляторов, шума, пыли в системе нет. То есть она тоньше, легче, и, соответственно, это то, что сейчас получает очень большое распространение. Наверняка все из вас читали новости о устройствах типа Microsoft Surface, Huawei недавно анонсировал такие устройства. Подобные же устройства будут у Samsung, и у всех остальных вендоров эти устройства являются одними из основных. Почему? Потому что, как оказалось, категория устройств 2 в 1, это фактически одна из немногих, ну, там, вот, из того, что я вижу, это единственная категория, которая по сравнению год к году, там, с 2014 до 2015 года, да, и объемы увеличились. Причем не просто выросли, там, на какие-то единицы процентов, а это, там, как говорят в английском, там, double-digit growth. Значит, график показывает объемы продаж по региону ИМИ, это Европа, Средняя Азия, Африка. Так вот, рост в 2015 году по отношению к 2014 году составил 67%. Если кто-то из вас, там, немножко IT интересуется, то знает, что таких цифр роста ни у какой-то другой категории даже близко нет. То есть планшеты давно в минусе, ноутбуки более-менее платят, смартфоны тоже, ну, тут коллеги меня поправят, но в среднем по миру, там, объемы продаж уже тоже не растут. Категория 2 в 1, это категория, которая растет на 67%. Если говорить про Казахстан, то в этом, значит, в 2015 году Казахстан прибавил 54% абсолютных цифр, то есть единицах устройств год к году по отношению к 2014 году, несмотря на то, что 2015 год, вы знаете, был сложным для IT-отрасли, потому что наш товар, там, ну, есть на 100% импортный и, в общем, зависит от курса валюты. Так, несмотря на это, эта категория растет очень большими темпами. А почему? Потому что реально, покупая одно устройство, можно получить выгоду двух устройств. То есть это экономия не только там места, количество проводов, простоты обслуживания экосистемы, все ваши документы находятся в одном месте, и если вы там уходите куда-то на встречу с планшетом, не надо думать, перенес, все документы не перенес, заработает у меня облако там или не заработает, все документы вместе. То есть на встречу можно взять планшет, показать заказчику то, что вы хотели ему показать, не таскать с собой клавиатуру, экономить собственные ресурсы. Ну и собственные ресурсы компании, потому что вам не нужно будет покупать вашим сотрудникам второе устройство для набора текста, где вы эту клавиатуру уже придумали. Нужна одна клавиатура на несколько планшетов? Нет, к сожалению, то есть они являются как бы связанными, то есть это целостный девайс, чем это отличается от того, что вы купите планшет, например, даже на Windows и отдельную клавиатуру? Устройство два в одном, в нашем понимании это устройство созданное как единое целое, то есть клавиатура относится к этому планшету. Таким образом, к сожалению или счастью нельзя использовать, я понимаю, что взять три клавиатуры, одну оставить дома, одну на работе, одну подзапасную, а планшет один. Но пока они женятся только друг с другом. Планшет со своей клавиатурой, клавиатура со своим планшетом. Да, но у устройств типа премиальных, типа Surface, Huawei и так далее, клавиатура доступна в виде опции. Я думаю, что там можно будет купить две клавиатуры и обе их подключить к одному планшету и использовать. То есть одну клавиатуру оставить дома, одну на работе и не таскать, носить с собой только планшет. То есть выбор огромный. В этой категории в этом году я вам гарантирую, что вы увидите еще очень много анонсов продуктов, потому что все производители совершенно четко понимают, что та категория, которая растет, то есть не нужно рубиться за мелкие единицы процентов вдоль рынка на тех рынках, которые уже не растут, это стоит очень дорого. Проще инвестировать в те категории, которые растут, потому что покупатели с удовольствием делают свой выбор, когда они делают, как в нашем понимании, PC refresh, то есть обновление своего основного вычислительного устройства, они все чаще и чаще смотрят на трансформеры. Соответственно, производитель, у которого широкая линейка трансформеров, либо есть какие-то качественные устройства в этом сегменте, они могут сейчас получить очень хорошие цифры объемов продаж, соответственно, для линейки. Все, у меня все. Спасибо. Пожалуйста, на вопрос. Пару слов добавить можно? Несмотря на всю мощь интернет-сайта, это может быть достаточно недорогим решением. Просто Alser активно продает данную продукцию, очень активно надеясь, довольность. Соответственно, это может быть не обязательно дорого. Я согласен со мной, Пару? Абсолютно согласен. Спасибо за ремарку. Компания Alser сегодня очень активно пользуется, а возможность уже начать себя прорекламировать, за что им большой респект. Действительно, эти устройства сейчас по разы дешевле, чем это было даже пару лет назад. И фактически сейчас это является чуть ли не самым недорогим устройством в категории PC. То есть устройство на Windows с полноценной клавиатурой, с которой можно работать, мало того, что оно современного форм-фактора, оно еще и чуть ли не самое лучшее предложение по цене на полке. И еще дизайн есть, да? Ну и плюс дизайн, то есть не просто ходишь с ноутбуком, а с неким устройством, которым можно удивить своих друзей. Спасибо большое. Еще вопросы, конечно. Андрей Котт, интерактивная реклама. Подскажите, пожалуйста, программа, которая определяет полный возраст потребителя. Вы сказали, что она может в следующий раз как-то по-другому с ними коммуницировать. Какие для этого есть программные возможности? Да, это система видео-аналитики. Эта часть есть у компании. Вот такой программный пакет называется RCM, Retail Time Manager. Это программный пакет, который как раз транслирует контент, используя устройство NUC, PC Stick либо любое другое устройство. Он транслирует контент, позволяет собой удаленно управлять. То есть, у вас есть десяток панелей. На NUC, которые к ним подключены, устанавливается RCM. Он позволяет транслировать, видоизменять, быстро, оперативно управлять контентом. Так вот, одним из модулей к этой системе RCM является программный модуль A. Не скажу, что это как-то расшифровывается. Но, в общем, суть его в том, что он использует данные с веб-камеры, которая подключена к этому же устройству. Он анализирует лицо человека. Ну, то есть, понятно, что все мы уникальны. И использует эти данные. То есть, эти данные хранятся в облаке. Администратор компании имеет доступ к обезличенным данным о том, какие люди приходили в полувозрастной состав зрителей, что им было транслировано. И вместе с этим имеется возможность отслеживания повторных визитов. То есть, там, прямо в этом модуле. Вопрос как раз заключается в том, как эти повторные визиты можно привязать к новому контенту. К новому контенту? Вы говорите, можно поменять контент. Соответственно, да. То есть, модуль RCM использует сценарий, который вы можете заранее определять и использовать, значит, фактор повторного визита как модификатор сценария. То есть, соответственно, сценарий меняется, вы видите другой контент. Соответственно, если человек подходит там и вы знаете, что этот человек там был у нас уже, например, про подгузники сегодня или... А, это у нас на пресс-конференции. Значит, если вы знаете, что этот человек там ходил по вашему... Там, помимо видеоаналитики, есть много других IT-решений. К примеру, да, вы каким-то образом понимаете, что этот человек там ходил... Та же видеоаналитика может быть установлена без дисплея, просто нук с веб-камерой, и считывать горячие и холодные зоны в магазине, смотреть, куда человек там обращается внимание. Если вы знаете, что этот человек ходил или в прошлый раз покупал подгузники, в следующий раз он подойдет к вашему интерактивному дисплею, вы можете транслировать ему что-то там, значит, товар для, там, наоборот, товар для детей. Таким образом, вы более качественно отрабатываете, вместо того, чтобы показать ему что-то нерелевантное, да, там, значит, лыжи или тур куда-нибудь там, в дальнюю тёплую страну, значит, что, соответственно, человеку может наоборот расстроить, да. Вы показываете релевантный контент, таким образом увеличиваете конверсию. Спасибо большое. Самое прекрасное видео было в детском мире. Не честно, я сам хочу в детском мире. Да, стоит съедить, действительно, это зрелище, ну, стоящее того, чтобы вы увидите, будете в Москве, не поленитесь, зайдите. Спасибо большое. Коллеги, ещё вопросы? Клопаем, молодцы. Спасибо всем вам за активное участие в конференции. Спасибо вам за то, что вы задавали активные вопросы и великолепные доклады на этой конференции. Спасибо вам.